Полоцкое и Туровское княжество в X-XII веках. Территория, действия князей по укреплению княжеств, раздробленность Полоцкой и Туровской земель. История Полоцкого княжества насчитывает более тысячелетия. Первое упоминание этого города в исторических источниках относится к 862 году. Считается, что этот город, центр одноименного княжества, являлся частью так называемой Киевской Руси, третьим по значимости городом после Киева и Новгорода. Уже в IX веке княжество было сильным и процветающим. Имелись мощные укрепления, плодородная почва и торговые связи с соседними государствами. Так, по пути из варяг в греки, который затрагивал и западную двину, товары из Северной Европы перемещались в Византию и обратно. Выгодное географическое положение способствовало экономическому развитию и росту Полоцкого княжества, в том числе его значимости в древнем восточнославянском государстве. Уже тогда Полоцк включал северную и часть центральной современной Беларуси. Первым летописно известным правителем Полоцкого княжества был Рогволот, правивший в 960-980 годах. Его семья стала свидетельницей переломных событий в истории княжества. Борьба за Киевский престол привела князей Ира Полка и Владимира в Полоцк. Они надеялись заручиться поддержкой Рогволота в своих целях. Скрепление договора в Средневековье часто происходило через заключение брака между семьями. Дочка Рогволота Рогнеда, выбирая между Ярополком и Владимиром, остановилась на первом. Владимира такой ответ оскорбил. Его гнев перерос в уничтожение Полоцка, убийство Рогволота и его сыновей. Рогнеда же была насильственно взята в жены, получила имя Горислава. От их брака родился сын Изислав, который в будущем положил начало династии полоцких правителей Изиславичей, а его мать, постригшись монахине, обрела третье имя – Анастасия. В одну из ночей, когда Рогнеда пыталась отомстить Владимиру за его поступок, Изислав заступился за мать. Помимо своей храбрости, Изислав известен книжностью, археологами была найдена принадлежавшая ему печатка. После смерти Изислава в Полоцке спустя два тёмных года утвердился его сын Бречеслав. Находясь на престоле 41 год, он расширил границы княжества, а также установил контроль над путём изваряг в греки. В результате успешной борьбы с Новгородом, после битвы на реке Судоме, ему удалось включить состав полоцкого княжества Витебск и Усвяты, соединить Волоки, Днепра и Западной Двины. Сын Бречеслава, Всеслав, прозванный чародеем, продолжил политику отца. В его правление княжество достигло наивысшего могущества, что выражалось в территориальном росте, развитии культуры и искусства, экономическом процветании. Защищая границы княжества, ему приходилось сталкиваться с соседями. В ходе конфликта с тремя сыновьями Ярослава Мудрого произошла битва на Немиге, которая воспета в слове о полку Игореве. Битва закончилась ничейным результатом. Сислав бежал, но сыновья Ярослава обманом заманили его на переговоры в Киев. В ходе которых схватили и бросили в Поруб. Однако долгое отсутствие князей в Киеве сыграло злую шутку с сыновьями Ярослава. Бунт Мещан привёл к освобождению Всеслава-Чародея из Поруба. Около семи месяцев он даже правил в Киеве. Однако спустя скитания вернулся в Полоцк и продолжил править вплоть до своей смерти в 1101 году. После кончины Всеслава Полоцкое княжество вступило в полосу феодальной раздробленности, распавшись на ряд удельных княжеств. В Полоцком княжестве помимо фигуры князя важное значение имело Вече – общее собрание взрослых мужчин, способных носить оружие. На Вече решения принимались по силе крика. Порой Вече избирало князя или лишало его трона. Вече участвовало в обсуждении таких проблем, как заключение договоров и объявление войны. Ближинство полномочий было у князя. Он командовал войском, собирал дань с населения, был главным судьёй. Помимо княжеской дружины в Полоцке существовало городское ополчение, состоящее из горожан, защищавших город в случае возникновения угрозы. Судебные решения базировались на устном праве, то есть традиции их принятия того или иного решения в той или иной ситуации. Большинство наказаний того времени были прописаны в сборнике законов «Русская правда» Ярослава Мудрого. Чаще всего применяли штрафы, физические наказания и даже смертная казнь, а также испытания Божьим судом. Таким образом, в Полоцке существовал княжеско-вечевой строй. Город Туров располагался южнее Полоцка, ближе к Киеву. Его первое летописное упоминание относится к 980 году. Туров стал центром Туровского княжества. Его географическое положение и плодородная почва способствовали социально-экономическому развитию. Однако в силу столь близкого нахождения к Киеву, довольно быстро Туров впал в зависимость от него. Однако стоит заметить, что киевские князья по какой-то причине выделяли Туров среди других городов Руси. Это проявилось в том, что они направляли сюда посадников, которые в последующем, в случае смерти киевского князя занимали его престол. Это показывает, что Туров был важным городом. В середине XII века туровский князь Юрий Ярославич вступил в конфликт с Киевом с целью обеспечения независимости своего княжества. Однако короткий период его правления несущественно изменил положение Турова. В Туровское княжество входили разные города Белорусского юга, однако крупнейшим из них был Пинск. Временами это княжество даже называют Туровопинским. С течением времени Туровское княжество также постигло участь в феодальной раздробленности.